МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 17 января, родились. Николай Жуковский, русский ученый, создатель аэродинамики. Русский театральный деятель Константин Станиславский. В этот день, 17 января 1598 года, умер Федор I Иоаннович. С его смертью протекла спрямая мужская линия династии Рюриковичей. 17 января 1765 года Екатерина II издала указ, разрешающий помещикам иссылать крестьян на каторжные работы в Сибирь. 17 января 1869 года умер композитор Александр Дорогомышский. Отец композитора Алексей Ладыженский был в детстве усыновлен помещиком Николаем Баучаровым, который привез мальчика в имение Дорогомышка. Так и появилась фамилия Дорогомышский. У Саши были три сестры и два брата, все они были прирожденными музыкантами. Правда, заговорил Саша очень поздно, по мнению врачей, из-за особенностей строения горла. Его первые слова совпали с переездом семьи из Смоленской губернии в Петербург. Тембр голоса оказался высоким и хриплым, очень своеобразным. Но когда он начинал петь, то буквально завораживал слушателей, доводил их до слез искренностью и художественной выразительностью. Александр начал учиться игре на фортепиано очень рано. Удивительно, но его первая учительница Луиза Вольгенборн практически ничему не научила мальчика. И пыталась внушить родителям, что будущий композитор не имеет таланта, его якобы даже невозможно научить правильно ставить руки. Но второй преподаватель, известный пианист Адриан Данилевский, справился с этой задачей с легкостью. И тоже не задержался в жизни Дорогомышского надолго, потому что считал, что русский дворянин не может сочинять произведения, а время, потраченное на сочинительство, мог бы использовать для заучивания домашнего задания. Его просто уничтожал произведение своего ученика. Самое большое влияние на творчество композитора оказал музыкант Франц Шиберлехнер. И уже к 19 годам у Дорогомышского на счету имелись многочисленные сочинения для фортепиано и скрипки, несколько квартетов, кантат и множество романсов. В 30-е годы Дорогомышский начал посещать литературные и музыкальные салоны. На вечерах он нередко играл на фортепиано, участвовал в ансамблях, пил романсы, аккомбонируя себе на рояле. Композитор познакомился с поэтом Алексеем Тимофеевым, на стихи которого написал знаменитый роман со своего времени «Каюсь, дядя, черт попутал, свадьба, не судите, люди добрые». Дорогомышский по стопам отца пошел на государственную службу, а поскольку он был человеком аккуратным и ответственным, то вскоре начал продвигаться по карьерной лестнице. Возможно, он стал бы выдающимся чиновником, но мешалось происшествие. Дорогомышский завязал тесное знакомство с Михаилом Глинкой, а когда Александр побывал на репетициях «Жизнь из-за царя», то загорелся написать и свою оперу. Так Дорогомышский и Глинка на всю жизнь стали друзьями-соперниками. Первая опера Дорогомышского «Эсмеральда» была написана им по сюжету романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Композитор отнес партитуру в дирекцию императорских театров, но в моде в то время были итальянские оперы. «Эсмеральда пролежала у меня в портфеле целых 8 лет», вспоминал потом Дорогомышский. Но истинная популярность пришла к нему с оперой «Русалка», примера которой состоялась в 1856 году. В родомом поместье матери в Смоленской губернии композитор изучал музыкальный фольклор, который был использованным в произведении. Композитор сам дописал финал незавершенной поэмы Пушкина, адаптировал некоторые его стихи. Опера оказалась успешной настолько, и рецензии у него были так велики, что их публиковали в нескольких номерах музыкальных журналах с продолжением. В то время именитый уже композитор обжился на Смоленщине, там он и творил. К слову, он был первым из помещиков Смоленской губернии, кто освободил своих крестьян от крепостной зависимости. Причем он оставил за ними всю землю, которую они обрабатывали до отмены крепостного права. И даже простил причитающийся с крестьян 4000 рублей. Композитор долгое время присматривался к тексту каменного гостя Пушкина. И только пять лет спустя, уже будучи тяжело больным, он принялся за работу. Причем в каком-то смысле завершил ее после смерти. В 1869 году композитор умер, но в завещании успел попросить завершить оперу Римского-Корского. Доргомышский был похоронен в Некрополе мастеров искусств Тихвинского кладбища.